В своём последнем видео Кристина показала нам, как она приехала к Хане и начала говорить о том, что Хане, вот этот вот дом, его нужно продать. Вместо того, чтобы его продавать, Хане зачем-то строит там ещё одну комнату, ещё одну ванну. Это бесполезное, мол, дело. Дом нужно продать, а на эти деньги купить какой-то дом в каком-то таком хорошем районе. Ему также нужно продать свою какую-то там машину, которую он использует для того, чтобы возить всякие там строительные материалы, доски и тому подобное. Вот такой вот совет от бездомной 50-летней женщины. Конечно, совет сам по себе абсолютно дерьмовый, потому что дом Хане куплен 25 лет назад за 400 с чем-то тысяч долларов. И он находится в таком очень хорошем районе, где вокруг дорогие дома. Участок дома большой, но перед домом проходит такая дорога, довольно-таки там много машин, но она отгорожена деревьями, и можно ещё построить забор, чтобы её не очень было слышно. Хоть Ханни, там, может, Ханни или родители купили этот дом за 400 с чем-то тысяч, но, судя по всему, на этот дом Ханни ещё занимал несколько тысяч. Я так полагаю, там, наверное, висит долг, ну, наверное, в миллион, если немножко не побольше. Сейчас Ханни этот дом может продать за миллион восемьсот, ну, может быть, два. Для тех, кто не живёт в Сан-Франциско или в Америке, и кто сейчас мне напишет, «Господи, два миллиона за такой хлам, за такое дерьмо!» Да, действительно, дом у Ханни – это хлам, его нужно либо сносить полностью, либо как-то делать какой-то такой глобальный ремонт. Но люди, которые будут покупать этот дом, они не будут покупать дом, они будут покупать место, они будут покупать участок, потому что дом находится в очень хорошем районе. Они этот дом снесут и построят какой-то нормальный, хороший дом. Я думаю, что они даже не будут париться ни с какими ремонтами. Там ремонты, ну, они, да, я думаю, что довольно-таки бесполезны, там легче его снести и построить что-то новое. А что останется Ханни? Ханни получит два миллиона, скажем так, отдаст банку долг в миллион, и останется он с миллионом. Что на миллион может купить себе Ханни хорошего в этом месте? Ничего. В этом районе, где он сейчас живёт, ничего он себе не сможет купить, ни квартирки, ну, вообще ничего. Ему придётся переезжать в какой-то худший район, ну, такой, там, где живёт Кристина. Там он дом тоже себе за миллион не купит. Ему там придётся покупать вот такую вот квартиру, как у Степана. Вот она как раз под миллионы будет стоить. И у него там будут соседи, Кристины всякие, Степаны, дети. В общем, короче, у него будет много соседей. Ему придётся платить ежемесячный взнос за уборку вот этой вот всей территории. Ну, и жить где-то там на отшибе Сан-Рафаэля с кучей соседей. В плохом районе. Ну, не то, что в плохом, но не в очень хорошем, не в таком, где он проживает сейчас. То есть вот это ему предлагает Кристина. Либо Ханни может купить себе какой-то домишко, такой, как у Рика, в деревне Паталума, далеко-далеко, тоже, ну, не такой хороший, конечно. Даже рядом не валялся район, где сейчас он проживает. То есть продавать дом у Ханни нет вообще никакого смысла в данный момент. Абсолютно. У него имело бы смысл продать вот этот вот домишко, в котором он живёт, если бы он переезжал куда-то в какой-то другой штат. В более дешёвый, там, в какую-нибудь там Южную Каролину или Северную Каролину. Сейчас многие русскоязычные туда переезжают. Вот не знаю почему, но они туда переезжают, покупают там какие-то участки, строят там себе дома где-то в деревнях, там, в каких-то лесах. Вот, если ему нужна вот такая вот жизнь в Северной Каролине, то, пожалуй, имеет смысл продать и туда поехать. А в остальных случаях не имеет абсолютно никакого смысла избавляться, ну, даже если это плохой дом, но он в хорошем районе от этого дома. Поэтому совет, который даёт Кристина, абсолютно глупый совет от бездомной Кристины, которой вообще нет ничего. Она никогда не имела свою недвижимость в Америке, понятия не имеет, что это, как это. Потом она ему ещё говорит, что ему нужно ещё избавиться от его вот этого трака, который он использует для перевозки там всяких досок, строительных материалов, цемента и тому подобное. Ханни работает тем, что он подчиняет всякие, там, сломавшиеся ванны, туалеты, полы, окна и тому подобное. Меня тут многие пишут в комментариях, а кем работает Ханни. Ну вот, вот этим он работает. Я, честно говоря, не знаю, как по-русски будет называться эта специальность. Разнорабочий, наверное. У его родителей есть помещения, которые коммерческие, которые они сдают, я так понимаю. И они, по-моему, сдают ещё вот эту вот дачу, куда Ханни иногда приезжает. То есть, если что-то там ломается, какой-то туалет засоряется, какая-то там ванна не засоряется, что-то там не так работает, они звонят Ханни, и Ханни туда едет вот на этом траке на рабочем и либо сам ремонтирует, либо ищет каких-то людей, которые это придут, отремонтируют, он там проконтролирует, примет, расплатится. Ну вот такая у него работа. За это, я так понимаю, он получает какие-то там денежки, наверное, не очень большие, но тем не менее. И при этом Кристина ему советует вот от этого рабочего трака почему-то избавиться. Тоже никакого смысла в этом нет. Потом Кристина показала нам, как они с Кассандрой пошли в супермаркет, купили там суши и их рядом с супермаркетом поели. Вот нет ничего омерзительнее, чем суши из супермаркета. Причём такие они, по-моему, самые, что ни на есть, дешёвые, которые Кристина там могла только найти. Отвратительнейшая вообще еда – это суши из супермаркета. Вот такая гадость, боже мой. Я всегда удивлялась, думаю, господи, ну кто же их покупает? Ну оказывается, вот есть такие люди, которые их покупают. Потом Кристина нам показала, что, как она стоит на кухне у Степана, держит арбуз и дрожжи и говорит, что она сказала Хане, что не надо ему покупать ей цветы, зачем тратить, мол, деньги. Пускай расплачивается за услуги, которые она ему оказывает продуктами. Пускай, говорит, вместо цветов покупает там мясо, сыр. Касечка, говорит, сырочек любит. Ну пускай это и покупает. Чё там деньги тратить на цветы? Зачем они нужны? Они тут стоят у меня, вянут. Но я с ней абсолютно в этом согласна. Я же делала видео несколько месяцев назад, где говорила, что цветы – это абсолютно бесполезная вещь в плане подарка для Кристины. Это как, ну вот, сидит какая-то бомжиха на улице, и вы ей дарите цветы. Ну да, ей будет, наверное, приятно первые две минуты, а потом... А зачем они ей? Они ей бесполезны. Человеку, которому нужны деньги, человек, который в нужде, ему, конечно, проднабор намного будет полезнее. Это было ясно для меня так уже полгода назад. Я об этом говорила, что абсолютно зачем ей цветы? Такие вот эти вот дешёвенькие букетики из местного супермаркета он там скупает. Ну, понятное дело, Хане хочется быть хоть какой-то романтики, а то уж прям так, наверное, ему даже как-то и неудобно, что вот, мол, я там за услуги пошёл, ну, покупил продукты, расплатился. А так всё-таки цветочек какой-то, может, там, чувства какие-то возникают. А так Кристина ему прямо говорит, да, говорит, цветов не надо, давай я возьму продуктами. Правильно, правильно, правильно говорит. Ей продукты намного нужнее. На кой ей френд цветы? Продуктами пускай берёт. Мясом, сыром, картохой, свёклой. Она любит овощи. Салат можно купить ей, заплатить. Манго она тоже очень любит. Так что Хане, я думаю, что реально это должен взять на заметку. Продолжение следует...